Выдатная белорусская поэтесса и прозаик, перокладчица, старшиня Гродинского областного отделения Союза письменников Беларуси, лауреат премии имя Александра Дубко и владельница медаля Франциска Скарыны. Усё гэта об Людмиле Антоновне Кебич. Значную дату, 70-ти годзе, к'яна оцвятковала у стенах Гродинской областной навуковой библиотеки имя Карскага. Выдатная Гродинка и талиновитый майстер. Поставилася до этой лечбы спокойно и легко. Я вся в творчестве, вся в праце литературной. А теперь лето, я народилась уже в самой середине спекотного лета, так у меня ещё заусёды внуки на каникулы приезжают. И у меня таких приемных турбот и до дня народжения, и за унуками, и на праце хапая. А ещё я думаю и про новые книги. Там у меня заусёды на столе ляжет нататничек. И он у меня звачей не зникает. И я записываю некие думочки, некие те уражения, я кем я подкидываю, моя молодшая внучка, чтобы снова новую интересную книжечку для детей написать. И верши приходят так само. На творчую встречу пришли свояки Людмилы Антоновны, близкие сябры, коллеги и прихильники ее творчести. Шматлики о веншаванне досылали люди из других городов и местечек, подтверждаючи, что для соправданного мастерства немае никаких межев. Навод маленькая внучка Людмилы Антоновны приехала, как повиншевать бабулю. Я очень люблю бабушкины книжки, и ещё она написала про меня «Марьяна. Сто фантазий». А о чём эта книжка? Это книжка про меня и про мои фантазии. А ты бабушке помогала её писать? Ну, нет, просто потому что я была в России и училась. Навод, подчас подрыхтовки и досвяткования Людмила Антоновна не отрывалась от литературной працы. Зараз письменница одночасово займается некалькими цикавыми проектами. У меня аж 18 книг, и сегодня вышла 19-я книжечка, которую сегодня и представить меня навито герой этой книжки, потому что эта книжка публицистыки, она с серой зоркой гродзецкого спорта, и тому это не основное мое амплуау, я кем я пишу, я больше поэтессой себе, конечно, отчуваю. И тому спадзаюся, что ещё и не одна книжечка выйдет. Я рыхтую дад руку на украинской мове свою книжечку «Ключи от неба», якую переклала украинская поэтесса Антонина Верстак. И рыхтую так само книгу нарысау про наших городенских людей, тех, которые меня в свой час неколи вельми закранули своей працею, своим житом, своей человечностью, некой душевностью. И они, как бы, прикладом мне в житии разные периоды были. Людмила Антоновна не только пишет новые отворы, али и займается осветницкой деянностью и примая удел у шматлейких творчых сустрэчах, литературных акциях и конкурсах. Я настала саправдным творчым наставником для многих городенских творцев и супрацовников библиотеки. Людмила Антоновна для нашей библиотеки это, конечно, по-перше письменница, поэтка, знакомитая перекладщица. И в фонде нашей установы, в уголе у Людмила Антоновна это автор 18 книг и больше чем 100 песен. И приятно, что в фонде нашей библиотеки есть каждый особняшек ее книжного выданья, в уголе больше чем 100 экземпляров. Людмила Антоновна еще и автор шматлейких артикулах у сборниках, у периодичных выданьях. И это завыш 180 артикулов. И у нас у электронном каталозе все это аддустровано. Мы, как центр сбора кразнавчих информации, все это сбираем и это мканаримся. Что тычутся самых читаемых творов Людмилы Антоновны, то это сборник поэзии «Рай для одиноты». Но мне приятно, что в прошлый час она еще начала так много писать для детей. И есть эти верши, творы для такой детской аудитории так само вельми запатарбованы. И как показал, мы проанализовали читательские запыты. И есть книги, верши «Берек, берек, дай цюкерок». И так само сборничок у Марьяны 100 фантазий. Это на сегодняшний день самое читаемое выданье сирот наших юных городенцев. Добрые слова и пожадания у адрес Людмилы Кебич гучали не один день. Юбилей только на года отдать належное майстру белорусской литературы.